Почти 60% застройщиков Самарской области с 1 июля должны поставить свой бизнес на новые рельсы, перейти на проектное финансирование и работать через эскроу-счета. Возводить многоэтажки коммерсанты смогут на собственные деньги или на кредитные. А средства граждан в это время будут лежать в банке до сдачи объекта. Изменения в законодательстве должны обезопасить людей от мошенников и ликвидировать проблему долгостроев. Тем не менее, есть фирмы, которым пока разрешат работать по-старому, привлекая средства дольщиков. Кроме того, использовать напрямую средства дольщиков смогут инвесторы, которые взялись за достройку проблемного объекта. Остальным придется проходить через процедуру банковской проверки. Ведь и кредит дадут не каждому. Адаптироваться к новым условиям бизнесу помогают региональное правительство и профильное ведомство. Крупные девелоперы уже налаживают отношения с банками, но предупреждают – такой законодательный поворот не может не отразиться на стоимости жилья. Все банки сегодня сказали, что средняя процентная ставка по счетам эскроу будет от 6 до 8%. Соответственно, это удорожание себестоимости, удорожание строительства и как факт увеличение стоимости продаж. Федеральный закон вступит в силу на фоне новых задач строительной отрасли, поставленных президентом России и отраженных в национальном проекте «Жилье». При этом необходимо, как сказал президент Путин, стимулировать именно комплекс развития наших городов, поселков, подрядом, жильем. С жильем есть все необходимое семье и поликлиника, и школа, и спортивные площадки. В 2019 году Самарская область должна сдать почти 2 миллиона квадратных метров жилья. Анна Ивахина, Роман Апарин, Новости губернии.